Вы знаете, чем угощать будете сегодня? Женами будем, пирогами, все. Папуста с грибами, картошка. Посмотрите, картошка, это самое у нас лучшее блюдо. Яйца печеные в печке. Посмотрите, печки настоящие. Голодным с празднованием Святой Троицы было уйти невозможно и даже некрасиво. Около каждого подворья расположились целые столы, которые ломились от настоящих мордовских кулинарных изысков. На правом берегу Мокши традиционно в День Святой Троицы собрались жители восьми соседних сел, а также уроженцы этих мест, которые по разным жизненным обстоятельствам разлетелись по всей стране, а то и миру. Но именно в этот праздник они приезжают на родину. Это уже традиция, вошла в традицию. Глянь, все семьей уже ходим. Раньше мама меня водила, теперь мы водим своего ребенка, свою дочку. Привет, как у тебя настроение? Хорошо. Здесь наши корни, здесь наша родина. И мы не можем не приехать сюда для того, чтобы встретиться с нашими друзьями, знакомыми, родственниками. И уж пользуясь случаем, я хочу поздравить всех нас с праздником таким замечательным, светлым. Со сцены жители и гостей Краснослободского района поздравляли творческие коллективы. В этот светлый праздник приехали на родину и первые лица республики. Глава региона Владимир Волков, председатель правительства Мордовии Владимир Сушков. Кстати, 27 мая премьер-министр отметил свой 58-й день рождения. В этот день он получал поздравления от всех гостей праздника. В Русское Маскино приехали и глава городского округа Саранск Петр Тултаев, и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. По сложившейся давней традиции в этот день принято чествовать тружеников села, многодетные семьи, отмечать одаренных учеников, а также старейшин района. Успехи Красноподгорного сельского поселения напрямую зависят от людей труда. Местные сельхозпредприятия произвели продукции на 200 миллионов рублей, а за пять лет здесь родилось 75 детей. Есть школы, строятся дома, возникают новые улицы. Глава Мордовии обратился с самыми теплыми словами к своим землякам. Он поблагодарил их за труд и призвал молодежь оставаться на родине. Мы делаем все, чтобы всего этого и рождаемость, и строительство было больше. Для этого государство очень много делает. Я хочу призвать молодежь, давайте строиться, давайте рожать детей, давайте, чтобы наше село просветало. Торжественная речь продолжилась с поздравлениями в адрес Владимира Сушкова с днем рождения. А после этого глава региона вручил благодарности за большой личный вклад в развитие района и за многолетний добросовестный труд. Среди награжденных аграрии, животноводы, учителя, ветераны, медицинские работники. Юные хоккеисты из рук главы в качестве подарка получили сертификат на приобретение спортивной формы. Большое спасибо хотят сказать дети. Спасибо! 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 Награды из рук премьер-министра республики Владимира Сушкова получили победители смотра конкурса «Лучшие подворья» и «Молодые специалисты». Село будет жить, если в нем будет оставаться молодежь. Добрые пожелания и поздравления со сцены высказали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, городоначальник Петр Тултаев и глава Краснослободского района Александр Масеев. После праздничной церемонии общение с сельчанами продолжилось в неформальной обстановке. Гостям устроили небольшую экскурсию по достижениям Красноподгорного сельского поселения. Показали выставку художников, старые фотографии из истории района. Первые лица республики с интересом рассматривали черно-белые фотоснимки. Не обошли стороной гастрономические изыски. Около каждого стола радушные кулинары почивали гостей мордовскими блинами, кашей, квасом и выпечкой. Погода 27 мая выдалась на радость гостей и местных жителей теплой и солнечной. Самые ловкие попробовали свои силы на еще одном аттракционе. Перелезали по перетянутому канату через Мокшу. Восторг вызвал молодой Яков Эмереков, который справился с этим блестяще. Юноша при помощи рук и ног преодолел расстояние в 70 метров. Украшением праздника стали показательные выступления клуба исторической реконструкции и спортсменов-парашютистов. Елена Сергеева, Евгений Фролкин. Народные новости.